Всем доброго времени суток. Карнов наносит ответный удар. Да, как вы заметили, сегодня у нас сиквел к игре Fighter's History под названием Fighter's History Dynamite. Также известный как Carnarv's Revenge. Только на деле это скорее апдейт, нежели сиквел. Игру перенесли на железо Neo Geo. Это повлекло за собой несколько изменений. Помимо обновленной графики пришлось изменить управление. Оригинальная игра была полным клоном Street Fighter 2 и использовала шестикнопочное управление. На Neo Geo только четыре кнопки, поэтому в этой версии избавились от средних нормалов. В остальном управление боевка особых изменений не претерпели. Остались легкие и сильные удары рукой и ногой, наборы спешлов и бэкдэши. Про обычные удары стоит отметить, что легкие удары довольно легко соединяются с сильными ударами. Про спешлы особо сказать нечего. По сути все старые персонажи, включая боссов, были перенесены почти без изменений. У них даже спрать те же самые. Единственное, только добавили новые виды спешлов, которые по сути являются усиленными версиями старых спешлов. Этакие суперы, которые не требуют наличия дополнительной шкалы. За то, чтобы их выполнить, зачастую надо вывернуть себе пальцы восьмеркой. Из оригинала также вернулась фишка со слабыми местами бойцов. У каждого персонажа есть слабая точка, и если по ней бить, то рано или поздно это выбьет врага в стан. В игру также добавили два новых персонажа. Девчушку Йонми, которая бьет только ногами, и по сути местная версия Кима Капвана из Fatal Fury. И каратиста из Кении Зази. Здесь стоит вставить пару слов о балансе игры и общих изменениях, которые будут незаметны сходу. Во-первых, игра стала гораздо более динамичнее. У многих персонажей есть спешлы, которые либо помогут вам быстро подойти к врагу, или достать его издали, или вообще начать горцевать вокруг него круги. И собственно с балансом в игре огромные проблемы. Многим персонажам, которые и без того были сильные, добавили еще более сильные спешлы. Например, Ли и Рэй стали слишком резкими, что позволяет им почти безнаказанно давить оппонента. У Риока и Марсториуса можно делать комбы с их захватами, и тем самым наносить просто абсурдный урон, и заканчивать бои в считанные секунды. В контраст им новички Йонми и Зази кажутся какими-то недоделанными, что ли. У Йонми, например, все спешлы слишком замороченные в исполнении, а у Зази по большей части одни уклонения. Разнообразием игра в итоге тоже похвастаться не может. Новички неинтересны, старые персонажи не особо сильно-то изменились. И даже так, благодаря сломанному балансу, игры надолго не хватит. Да, по мэше с часок-другой сойдет, но не более. В одиночном прохождении комб как всегда садист, поэтому там особо тоже ловить нечего. Сюжетная игра тоже скудна. Карнер вновь собирает турнир. Все. Отсюда и пустые персонажи, которые пришли туда просто почесать кулаки. Хотя новички смотрятся немного свежо. А вот в чем игру стоит похвалить, так это за внешние показатели. А именно за новые задники. Все они полностью новые и прорисованы отлично. Более того, они взяли фишку Fatal Fury и на каждый раунд прорисовали изменения. Например, во втором раунде пойдет дождь. Явно видно, что старались. А вот спрайты персонажей не поменялись вообще. Разве что Карна в себя запустил. Остальные были просто взяты из оригинала. Музыку тоже похвалить не получится, банально потому, что разрабы ступили. По идее они взяли фишку Street Fighter 2. Там во втором раунде музыка ускорялась, когда у бойцов было мало здоровья, чтобы создать напряжение в бою. Здесь это вроде как повторили, но с какого-то срунделя сделали это на каждом раунде. В итоге музыку просто не успеваешь послушать, ибо она постоянно прерывается и начинается по новой. А вот голоса в игре чистые и громкие, хотя иногда и непонятно, что они там кричат. В итоге получаем средней паршивости апдейт. Или скорее перенос игры на новую платформу. Да, это по сути просто улучшенный порт. Пихнули в качестве бонуса парочку новичков, нарисовали новые арены и... Всё! От меня 4,5 балла. Как я уже сказал, можно помешить в этот часок-другой, но не более. Это, кстати, можно сделать не только на Neo Geo, но и на Neo Geo CD и Sega Saturn. В этих двух версиях, кстати, есть аранжированный саундтрек. Но насладиться им всё равно из-за указанного выше косяка не получится. Ну а у меня на сегодня всё. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Заходите на сервер Дискорд, если есть возможность и желание, поддержите проект, ссылки в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!